САМАРСКИЕ НОВОСТИ СПОРТА Увы, но самарский фехтовальщик Павел Сухов потерпел поражение в первом раунде, как и четыре года назад в Лондоне, и снова роковой удар нанес корейский спортсмен. Только если тогда его соперник добрался до бронзы, то сейчас выиграл золото. Им оказался Пак Саньон. Серебро у венгра Геза Эмре, бронзу француза Гатье Грумье. Сухов занял только 20-е место. Зато сегодня российский дзюдоист Хасан Халмурзаев положил на лопатки американского соперника, принеся золото в копилку нашей сборной. Не исключено, что его достижения уже 11 августа сможет повторить самарец Тагир Хайбулаев, золотой призер прошлой Лондонской Олимпиады. Самарские дзюдоисты, впрочем, не только в Бразилии в центре внимания, но и у себя на родине. Накануне разыграли Кубок губернатора. Дарья Межецкая и Анастасия Конкина – принципиальные соперницы на татами. Обе представляют самарскую школу дзюдо в сборной команде России. Спуску друг другу не дают. Неважно, тренировка это или соревнование. Так и во время финала розыгрыша Кубка губернатора поединок шел на равных. Все решил один бросок. Верх в очередной раз взяла Дарья Межецкая. Кубок губернатора Самарской области – это генеральная репетиция. Перед чемпионатом страны. Здесь спортсмены оценивают свои силы и возможности соперников. На татами вышли бороться 170 дзюдоистов из 17 регионов России. От Крыма до Челябинска. В летний период, в период межсезонья собрать такое представительство. Молодцы организаторы, хорошо, здорово поработали, замотивировали, пригласили людей. Многие ребята, которые здесь выступают, являются призерами и чемпионами европейских переносов, всероссийских соревнований, переносов России и даже чемпионатов. Награду оспаривали 75 мастеров спорта, 9 международников и даже один заслуженный мастер спорта России. В итоге команда Самарской области стала лидером соревнований. В копилке сборной 6 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И болейте. Но только за сборную России на Бразильской Олимпиаде.